все получила пришел адаптер такой который нужен и к моей камере и к моим микрофончиком вот так вот и выход такой который нужно в мою камеру но так как сегодня я делаю видео и я очень близко прям вот и камера моя стоит поэтому конечно микрофоны не нужны и так будет хорошо слышно но следующий раз когда я буду делать в другие разы когда я буду делать и камера будет подальше я буду подальше от камеры то я буду одевать микрофоны и на этом вопрос решен всем будет хорошо слышно несколько слов хотела сказать по поводу хны значит спрашивали сколько по времени я держу хну делает ли сушит ли она мои волосы и так далее я обещала что сделаю маленькое дополнение по поводу хны я крашусь хной всю жизнь но бывает что иногда красилась красилась хной и вдруг я пару раз покрашусь краской у меня никакой химической реакции не происходит но будет свет немножко побольше по темнее или будет посветлее но так что было какой-то был зеленоватый оттенок или был какой-то сероватый оттенок у меня такого не бывает но я слышала что некоторые кто пользовались хной и когда переходили на химическую краску то имели вот такую реакцию у меня такой реакции не было никогда я крашусь всю жизнь хной 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 потом раз вдруг раз-два покрашивать краской и обратно вернусь на хну то есть у меня никакой реакции нет держу я голову с хной час-два если у меня нет час-два я держу 40 минут тоже прекрасно тоже краска но не так долго будет держаться покрашусь не через месяц покрашусь через три недели поэтому таких вот правил прям жестких четких нет у меня ну и по поводу делает ли мне хна сушит ли мои мои волосы сушит ли голову мне хна делает ничего не делает она мне не сушит она мне никаких химических реакций не делает она мне только дает краску все у меня прекрасный от нее результат я никаких не имею побочных никаких других она мне не пересушивает и никакой химической реакции с химической краской не делает это вот по поводу хны и вот хотела в дополнение показать шампуни которыми я пользуюсь тоже за Много лет перепробовала всякие шампуни, перепробовала мыло, перепробовала жидкие мыло. И последний, ну вот я думаю так лет 7-8, очень нравится один шампунь. Я периодически ухожу от него, чтобы постоянно одним и тем же продуктом не пользоваться. Но все равно люблю возвращаться к этому шампуню, и это мой самый лучший, просто мой фаворит. Шампунь и кондиционер. Вот такие два флакона. Называется он Вивискал. Это кондиционер и шампунь. Потрясающе делают волосы, ни жирный, ни сухой. Какой-то блеск придает, шелковистость придает. Голова долго держится, ну не жирнеет, не сушит, ничего. Ну просто великолепный продукт Вивискал. Вот так в дополнение может быть кому-то интересно, кому-то надо. Я думаю, что сейчас во всех странах можно купить, во всех странах по всему миру одни и те же продукты, одни и те же шампуни, марки. То есть везде можно купить, даже если негде купить, то можно заказать онлайн. Но если хотите, если где-то в вашей стране, попробуйте. Очень вам рекомендую на своей практике очень хороший шампунь и кондиционер. Ну и еще хотела сегодня с вами встретиться и рассказать, от каких вещей отказалась. Какие вещи, вот какие вещи для себя не покупаю. Я никогда не носила, вот как-то никогда не носила брюки. Не носила, не люблю на женщине брюки. Ну, во всяком случае на мне брюки мне нравятся. Очень редко. У меня есть вот одна, одни брючки, джинсики, брючки такие бордовые у меня есть. Это вот когда закончилось уже лето, но так не хочется еще одевать колготки. И вот там какой-то может быть неделю-две перерыв, когда ты уже, ну, должен одевать уже колготки, потому что холодно становится, прохладно. Вот на такой перерыв, и то, если я без этого обойдусь, то я их и одевать не буду. А так я никогда не носила ни джинсы, ни брюки, не нравились, никогда не носила. Очень люблю носить платье. Платье. Вот прям платье. И я сама шью. Шью только для себя, для своей семьи. Это как любитель, даже не как профессионал, любительский любитель. И я себе шью платье. Очень мне нравится, когда вот на женщине платье. И люблю носить. Вот когда я начала делать свое упражнение, до этого много лет не могла одевать юбку. Потому что, сейчас вам расскажу, и вы вокруг замечали, видели, но вот просто, может быть, глаз не бросался, а может быть, просто в голову даже не приходило, вот почему так. Некоторые женщины, и в том числе, так и у меня было. Когда одеваешь юбку, и когда у тебя, допустим, неровные плечи, когда ты всегда немножко сутулился, когда ты немножко перекошена была, когда одеваешь юбку, то вот пояс сам, получается, что пояс от юбки, он как-то вот здесь, высоко. Одеваешь юбку, и сразу идет как-то грудь. И очень некрасиво. Вот я даже замечаю, Женщины одевают юбку, если еще одела пояс, то получается просто это все вот здесь сразу, и как-то сразу идет грудь. Потому что тело немножко вот сутуленное. Но когда я стала делать свое упражнение, и тело вот просто раскрылось, тело выпрямилось, и что я стала замечать? Что появилось расстояние, вот от груди, вот до... Есть расстояние. Поэтому когда ты одеваешь юбку, вот юбка вот тут вот на талию она садится, конечно, есть расстояние. И тогда юбка смотрится очень красиво. То есть вот стала в свой гардероб, добавила юбки с кофточками. А так раньше носила прям платье. Платье очень любила только платье. Но вот когда стала делать упражнения, и грудная клетка вытремилась, тело вытянулось, то стала вот с таким удовольствием одевать юбки и кофточки. Ну и рассказывала вам, что я совершенно не ношу сейчас каблуки. Вся обувь у меня либо гладкая совсем, либо очень такой аккуратненький маленький каблучок. Ну вот как-то мне так комфортней и уютней. И вообще больше такая обувь комфортней, поуютней, а не для того, чтобы сильно красивая она была. Именно, чтобы она была удобная. Ну и, конечно, эстетически, чтобы выглядела красиво. Сам по себе у меня стиль такой, он очень женственный. Не спортивный, не молодежный, а вот какой-то очень женственный стиль. Вот такой стиль мне нравится. Особенно после того, как я стала делать упражнения, и я увидела, как все формы тела преобразовались. Как-то они, я не знаю, наверное, так, как в молодости было, стало. И поэтому с удовольствием одеваю какие-то очень женственные вещи. Ну, вот это хотела вам рассказать. Еще чем совсем не люблю, совсем не люблю пользоваться, хотя вот мне даже мои знакомые, кто здесь, и которые смотрят мое видео, мои приятельницы, мои подружки, все мне говорят, ну, накрась губы, ну, накрась губы, ты вот никогда не красишь губы. А вот я как-то вот что-то с этим делом, вот не люблю выделять губы, вот. Либо какой-то совершенно бесцветной помадой, либо такая вот натуральная какая-то помада, либо слегка что-то там, какой-то цвет вот такие вот яркие. Не люблю, хотя для других красиво, но вот как-то не хочется абсолютно это место выделять. Вот как-то не хочется, чтобы оно бросалось в глаза. Вот, это хотела с вами поделиться, вам рассказать. Всех вас обнимаю, подписывайтесь, и до следующих встреч, всем пока!